Всем привет! С вами Наталья Рукодельна. И сегодня хочу с вами поделиться простым способом испечь вкусные и красивые мясные пирожки. Они похожи на беляши и пирожки одновременно. Но они не сухие, как обычно бывают пирожки с мясом. И не надо стоять долго у плиты, как обычно это бывает с беляшами. Способ этот я придумала прямо во время приготовления. Может вы на эти уже и есть похожие, я не искала. Но главное, что я теперь буду делать такие пирожки гораздо чаще, потому что их делать очень быстро и очень просто. Для начала замесила тесто в хлебопичке. Вы можете взять любимый рецепт теста и месить руками. Мне было удобно это делать не самой. Рецепт теста на экране. Пока тесто готовилось, я приготовила фарш как для котлет. Пишу приблизительно состав. Точно смотрите в видео про котлеты. Фарш делала специально более сочный. Когда тесто выстоялось, закрыла все окна, выложила тесто еще полежать на столе где-то минут 20. В это время и до момента установки пирожков сквозняков быть не должно. Дальше все просто, поэтому даже видео снимать не стала. Из половины теста раскатала пласт, положила в фарш, не доходя до краев. С одного края оставила без фарша побольше теста, чтобы было чем закрывать булочки. Потом скатываю в рулет, начиная со стороны, где тесто меньше и раскатываю, вернее скатываю к большей стороне теста. Начинаю резать на порции. Отрезаю кружок, закрепляю снизу булочку и кладу на противник, где постелен антипригарный коврик. Для красоты смазала пирожки перемешанным яйцом и в духовку на 20-30 минут при температуре 180 градусов. Смотрите по румяности. Вот и все. Надеюсь, мои красивые пирожки вам понравятся. Тем более, что таким способом быстрым можно делать пирожки с любой нежидкой начинкой. Всем приятного аппетита! Продолжение следует...